Приветствую вас, Сергей. Делать здесь вам ничего не надо, потому что, скорее всего, девочка просто искала повод для того, чтобы с вами расстаться. Я сейчас не ощущал, к сожалению, я говорю сейчас абсолютно серьезно. Вот. А девочка искала повод для того, чтобы с вами расстаться, скорее всего. Потому что, ну, если она видела ваш паспорт, она видела, что там нет сайпа в браке, или видела, что вы были в браке, вот, то по большому счету, она просто искала повод. Это просто повод. Повод для того, чтобы с вами расстаться. И все. Другой вопрос. Другой вопрос. Почему вы развелись со своей женой? Какие были причины у развода? Ибо, если вы развелись со своей женой, то, как вы понимаете, сейчас у вас вновь не получается построить отношения. Опять. И поскольку у вас сейчас опять не получается устраивать отношения, то я думаю, что это уже нечто вроде системного сценарного поведения. Что-то в браке вы делаете не так, что-то в отношении с девушками вы делаете не так, что у вас с ними не складываются отношения, да, с первой девушкой и с второй. Поэтому, если нужно анализировать ваше поведение, то смотреть, что как вы делаете, корректировать и так далее. Если есть элементы сценарного поведения, то работа со сценарием, вот. И дальше уже будет видно, что делать, чтобы возвращать девушку и нужно ли вообще вам ее возвращать. Потому что, мне кажется, что у вас есть некое, еще некие чувства, кроме чувства любви к ней. Потому что, ну, вы понимаете, что если человек вот так легко решил саммироснуться, то он, как бы, ничего выяснять. И как-то работать над отношениями человек не готов. Ну, как минимум. И хотя бы спросить, хотя бы поговорить, хотя бы выяснить вашу точку зрения, вашу потребность и прочее. Вот. Она не готова. Вот. Опять же, не совсем понятно, где вы отдыхаете с бывшей супругой. То есть, если вы отдыхаете с бывшей супругой, при этом уже встречаетесь со своей девочкой, то девочка, в принципе, поступает естественно. Потому что она этот отдых воспринимает как придастся. Если вы отдыхали до знакомства с девочкой, девочка, которую увидела, она просто искала повод. И, соответственно, это проявление такого вот истерического характера. Она хочет, чтобы вы за нее бегали. Она хочет, чтобы вы унижались перед ней. Она хочет почувствовать силу, власть и прочее. Еще не факт, что она вернется к вам. Вот. То есть, тут вот, 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 к сожалению, тут, ну вот, такая, такая не очень приятная, да, соглашусь, не очень приятная ситуация. Ну вот. Так. Так. С этим ничего не поделать, к сожалению. Так что вот, в принципе, опять же, вы говорите, что мне делать, чтобы ее вернуть. Для чего вам ее возвращать? Это первое. Второе, ну, чтобы вернуть девочку, нужно хотя бы примерно понимать, что он, что это вот человек, что она из себя представляет. Как человек, да. Вот. И, ну, знаю, психологический портрет, чтобы девочки оставить, чтобы хоть примерно ориентироваться в том, что вам нужно сделать. Вот. Ну, общие, общие, какие-то рекомендации, они будут такими, что вы ждете сейчас какое-то время, пару, пару неделек, две-три. Вот. Активно занимайтесь с собой, активно занимайтесь своей жизнью, не давая поводов девочке сомневаться в том, что вы один. А после трех недель заведите общение, поделитесь с ней какими-то вещами, начните диалог просто без выяснения отношений и посмотрите, куда диалог вас приведет. Вот зачастую девушка сама может начать говорить что-то, если начнет, ну, начнет с ней просто общаться, общаться и там уже будет видно, как она к вам настроена. Если объективно вам есть за что измениться, то вы можете за это измениться, если объективно есть за что. Но учтите, что девочка, швина у вас такая довольно внушаемая, вот, ампульсивная. И, в общем, о стабильности здесь говорить, на мой взгляд, не приходится. Вот такой ответ я могу вам дать, надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Продолжение следует...